Баскетболисты Спартака Приморья одержали победу в очередном матче Российской Суперлиги. Краснобелые крупно обыграли Алтай Баскет 78-51. Исход этой встречи решился в первых двух четвертях, по итогам которых гости горели 18 очков. С первых минут матча краснобелые показывали скоростной и результативный баскетбол. Всегда установка тренера изначально, все делать хорошо. Первое очередное, это было действительно поражение. Обязательно надо было выиграть, в любом случае, чтобы за командой сейчас не была. Ну и плюс у нас вообще сейчас в команде как-то все настраивается нормально, на нужные волны. Ну, короче, все хорошо будет. В третьей четверти краснобелые продолжили владеть инициативой, расстреливая кольцо соперника. Отлично вошел в игру новобранец спартаковцев Крис Фейбер, который в итоге стал самым результативным игроком в составе хозяев. 18 очков и 8 подборов. Никита Моргунов и Кристофер Фейбер. Связка Моргунов-Фейбер доставила много проблем сопернику. Очень тяжело держать таких игроков. Они доминируют на подборе, постоянно давят под щитом, хорошо видят друг друга. По ходу заключительной четверти краснобелые вели уже с разницей в 30 очков. Гости смогли только немного сократить отставание. Итог 78-51 победа Спартака Приморья. С самого начала матча были не готовы к такому темпу, который завал Спартак. То есть очень хорошо играли, завали все моменты. У нас был катастрофический просто процент попадания с игры. То есть абсолютно были не готовы. Потом вроде как сыграли на равных, но этого далеко не хватило. Просто Спартак завладел акционативой и мы не смогли их достать. Следующий матч команда проведет на выезде, а дома болельщики смогут увидеть Спартак Приморья только в январе. Хоккеисты Адмирала, дважды уступая по ходу матча, одержали выездную победу над Югрой в Ханты-Мансийске. Счет открыли хозяева гола Марика Транчинский в большинстве. А спустя две минуты, когда численное преимущество было уже в пользу гостей, на табло 1-1 отмечился Денис Осипов. Гол! Денис Осипов! Восстанавливает равновесие. Ну что ж, команды достойны друг друга. В самом начале второго периода Югра снова вышла вперед после гола Магогина. Конечно, недоволен Иваников. Он считает, что он шайбу прижал и нужно было давать свисток. Приморцы отыгрались и снова в большинстве. Шайбу на свой счет записал Никитенко, удачно сыгравший на добивании. Успел ли ее коснуться Лисин? Вот вопрос. Это не столь важно. 2-2 счет и... В третьем периоде точку в матче поставил Сергей Барбашов после результативного пасса Майка Комодора. 3-2. Приморцы набирают первые очки в этой выездной серии. Тяжелая выездная игра. Всегда победы тяжело даются. Легких игр вообще не бывает. Хорошо, что выиграли все вместе. Это хорошо. Всегда, когда побеждаешь, приносишь легче усталости. Всегда прибавляешь. Это всегда хорошо. Следующий матч «Адмирал» сыграет в пятницу в Екатеринбурге против местного автомобилиста. Марьяна Симоненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.